привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть в тень колосса добиваемая сегодня последней серии последний колосс и концовка остался один человекоподобный огромный колосс последней серии нам пришлось повозиться где-то два часа и я убивал последнего гиганта было достаточно геморрой до вплоть до того что я начал в игре просто разочаровываться но сейчас отдохнул от нее поэтому даже захотелось еще поиграть но игра заканчивается как бы там ни было просто многие моменты в игре но слишком уж сделаны не то что коряво корявость можно списать на то что игра вышла уже где-то 8 лет назад и просто устарела геймплей на они выполнены монотонно ритуал почти завершён то и желание почти исполнена но теперь кто-то стоит на твоем пути быстрей мы времени мало то есть многие моменты сделаны вот допустим поиск колоссов они не просто там корявы как-то они очень тягомотные сделаны ты полчаса ищешь колосса где-то как иголку в стоге сена потом находишь еще ладно короче голуби посмотрите на нашего героя он уже какой-то совсем плохонький видите у него же вены но вы не увидите на давайте лучше к стене подойдем так будет более хорошо возможность появится рассмотрите короче наш герой весь какой-то уже побитый жизнью раздолбанный посмотрите на его лицо это лицо человека пострадавшего так лошадь лошадь все поехали где же может быть последний колосс этот излазил уже практически все надеюсь хоть этого мы найдем за пару минут но у нас ведет прям туда я честно говоря не помню что у нас там насколько я помню там довольно много места где можно заблудиться поэтому скорее всего сейчас будем плутать как обычно что-то орешь ты постоянно лишь спокойно ездить так но где-то тут я так понимаю это будет самый страшный самый сложный колосс так но показывает прямо прямо вот сюда но мы здесь вроде были по он сам первый у кого здесь был нет неужели отсюда все так давайте посмотрим неужели все у нас завершится там где началось кстати по моему единственное место в игре где можно подниматься не по выступам а по вот этим вот зарослям так не отсюда ай не падай хорошо насколько я помню здесь просто одна большая арена и чему-то новому там не знаю есть откуда взяться конечно поднаторили уже вместо механики очень много открыли новых приемов допустим прыжке ударить замахнуться и люту вернуться раньше этим вообще не умел пользоваться а теперь это нас серьезно выручила несколько раз в игре полно именно таких вот деталей которые блин что произошло который просто так не выучишь то есть нужно догадаться что они есть в каком туториале об этом не будет написано так но прыгай что самое смешное практически наверняка кажется нам не сюда ну кася ну давайте посмотрим вот давно что то есть конечно может туда прийти здесь наш самый первый лежит первенец превратился в песок какой-то просто так что то мне кажется хотя он там что то есть раньше было она там нет или нет это просто как с не прорисовалась что-то да понятно так начнет так понимается выходить что надо печально так хорошо где же тогда как же еще по-другому то можно вообще это было по моему символично если бы последний бой происходил там же где происходил первый да ладно посетили напоследок интересное место аккуратно я просто знаю что нашим герою падение с такой высоты абсолютно пофигу поэтому прыгаю так ну хорошо давайте тогда карта подскажи карта вот абсолютно не очевидно по ней ничего не поймешь ну хорошо похоже где-то там а вот сейчас мы проскачем в пустыню пустыне что ли где-то он нас ждет так тут больше ничего вот вроде бы нужное нам ущелье короче говоря вот из-за этого вот я эту игру и не люблю она по сути интересные если бы из нее убрали все моменты которые тупо раздражают поиск колоссов локации они интересные где-то наверное первые часа два потом ты тупо сказать что по этим великим коридором пытаешься найти что-то новое при том что тут уже везде проезжал раз по 500 наверное сами колоссы которых по большей части не сложно бить а сложно именно ты знаешь что нужно делать но он отошел тебя на три километра и пока он вернется обратно ты там можешь сидеть ковырять носу это не прикольно очень тягомотно но при этом могу точно сказать что другой такой игры нет ни на что не похоже единственное в своем роде не могу сказать что при этом она какая-то там крайне хорошая не на скорее всего просто нужно было играть не на момент выхода когда она вышла тогда там и графон бешеным доставлял я так думаю вообще воспринималось все посвежее но сейчас не могу сказать что прям так дико впечатлило скорее даже раздражение вызвало по большей части так мне где-то может быть вот там по моему куда я еду там у нас был подземный какой-то колосс нет ландшафт конечно крутые но пусть какой-нибудь карима уже не впечатляют недавно кстати смотрел графические моды улучшающий графику skyrim и для pc но там вообще капец наворотили хочу быстрее приходных с гена и вот так нам сюда похоже нам сюда и что-то судя по всему меня тут так и не было потому что место вроде знакомо но там и с песчаным змеем этим дрались а там чуть подальше еще пещера а тут мы вроде не были так но она и как мы сюда попадаем лошадь уйди нам скорее всего нужно встать на эту печать и просветить в линзу да а чё в игре офигенный саундтрек своеобразный но очень крутой так лошадь и конечно лучше пешком пошел потому что сейчас опять начнешь каждую стенку опираться а мы все равно тупик хотя тут можно было подняться ну ладно я лучше пешком я так себя увереннее чувствую круто я так понимаю вон там наверху все произойдет вы тихо не падай а что ты делаешь так а здесь возможно я только на лошади смогу что-то как-то далековато а что ты делаешь нормально без предупреждения прикольно ладно что дальше я так понимаю теперь мы начнем с самого начала круто но радость теперь нас хотя бы предупредят перед тем как убить ему по третьему разу посмотрим интересную катсцену и будем бежать полчаса сюда скажу честно игра мне просто до чертиков надоела именно вот таким вот отношениям блин я я просто хочу поехать в японию и лошадь и все я пошел пешком короче говорят ну это же были ненормально ну какие есть это вообще подсказки что на этот мост нельзя прыгать так что мы делаем дальше мы я не знаю чем делаем если только мы сейчас разгону проскачем на лошади по этому мостику прежде чем он упадет потому что по-другому мы туда не попадаем никак в общем такие дела то есть поймите правильно сама игра мне не надоело драться с колоссами несмотря на то что муторно но интересно вот эти вот приколы по полчаса скакать к новому месту это просто уже каким-то кретинизмом попахивает вот сейчас если я умру я опять буду сюда скакать 10 минут вот этого не увидите лошадь лошадь давай пошла лошадь лошадь что ты делаешь лошадь 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 прощай горела душ наверное не должно быть жалко какое счастье да пришли таки не знаю извините наверное разрушил момент для меня это такое было просто наслаждение смотреть как это долбанное животное умирает потому что я от нее настрадался за последние два часа просто немерено она просто отказывалась вести меня куда-либо и вывезла меня в другую сторону но теперь ее нет я могу вздохнуть спокойно это прекрасно так говорят что игры учат хорошему не факт после этой игры я стал ненавидеть лошадей так ну где-то тут должен быть подъем то есть подъем я вижу но оттуда дальше куда давайте сначала туда поднимемся а там уже будем смотреть явно не сюда что самое печальное то что когда я скакал по этому мосту камера изменила то есть ракурс соответственно изменилось управление меня конечно же об этом никто не предупредил поэтому как видели лошадь начала то влево то право поворачивать несмотря на то что скакала вперед это по-моему было просто что-то так здесь у нас поросла трава выглядит все это круто я не понимаю как это сделали на мощностях playstation 2 кстати мне сказали что на playstation 2 игра дико тормозила там меньше 20 кадров в секунду было то есть из консоли жали все соки хотя в принципе на мой взгляд он скажем снэк китер то есть metal gear solid 3 выглядит на порядок лучше и идет в какой-то ненормальный то ли в 60 то ли в 30 fps но очень стабильно так хорошо поднялись тем временем я думаю последний босс будет думаю все таки он будет интересным потому что предпоследний босс ну просто вымотал все нервы вот до него босс вот этот бронированный полубык полуволк был конечно шикарным мне просто было интересно именно это молния смайлика бури поднимается да и мне нужно куда-то куда-то сюда что ли вот как потемнело то вон оно по нему я так чувствую подниматься придется долго никакого солнца непонятно где его можно бить где нельзя подсветить не получится но это именно жуть какая-то уже ну что приступим что это он указывает на меня рукой а понял так опасно он еще и стрелять умеет хорошо накрыло вставай давай хорошо у нас есть прямая по которой можно к тебе подойти но я так понимаю по прямой мы к тебе не можем подойти расстреляешь но там есть какой-то какой-то спуск тут я думаю тоже все не слава богу какая-нибудь замануха есть ну как-то подобрались поближе хорошо если мы тут спрячемся нам это поможет 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 тихо вон там еще один провал нормальный кубарем скатился пока что все довольно просто как бы не сглазить подбираемся потихоньку это кстати крутой бой пока что именно интересно понятно я здесь сейчас ничего падать не начнет аккуратно аккуратно так мне нужно сейчас махом вон туда под козырек ну ладно пойдет сюда что ли колосс недовольна да ну это какой-то непонятный колосс убивается из общего ряда какой-то не в стилистике игры прям так сюда не пролезем бой тихо рука прямо на меня смотрит что туда мы чувствую пробьемся нет интересно давайте лучше не будем рисковать шараш смотри так сюда что ли ну нормально да спокойно ты не бесись не поможет смотри я прямо под ним оказался что так темно то елки-палки да долгий подъем наверх нас ждет здесь еще под обстрелом ой куда-то не надо сюда перестарался шо сюда похоже давно еще все шевелится не знаю туда ли я иду но вроде бы вроде бы туда хорошо еще выше единственное но сейчас это как бы не пропустить какое-нибудь место куда бить нужно колотить так отлично я все ближе жди меня давай прыгать тоже ну так ты посмотри я прямо около руки руки Volt heeft отлично чего-то мне нравится такое соседство может на руку прыгнуть камера не сходи с ума чутка задел но и не допрыгну просто давайте сзади посмотрим наверняка подъем какой то есть нет хорошо а подожди ниже какая-то шкура просто активно что я ничего не вижу что это нам дает ничего не дает а что если ему попробовать в это кольцо выстрелить ну-ка попробую лучше знаете чё пробок гамму прибавить потому что я не вижу вообще ничего так бэк сохранилась сохранилась ну чуть-чуть получше стало судя по всему надо что-то с руками делать другому не пройдем да блин эта тряска она просто странно я просто вижу что допрыгнуть не получится раз на эту руку когда у него рука вот так поднята может я вон там смогу а вот смотри чё эту плюта шо я просто забыл что если меч в руках не стоит так чё я делаю блин кошмар парень ты не в ту сторону лезешь Хорошо, держимся Это все довольно просто Уже делается Когда знаешь, что куда, что почем Снова сюда Теперь берем в руки Свой мяч Держимся, отдыхаем Потому что там, я чувствую, мы долго будем сидеть Сейчас вот Маленько поотпустят Так, давай отдыхаем еще Ключами двигать, конечно, как надо Так, почти отдохнули Все Ты посмотри, как разошелся Все, попустила Теперь погнали Ой, куда ты прыгаешь? Ой, не надо Айда обратно Ладно, спешить больше не будем Какие плечи у него чувствительные, да? Одну стрелу засадил и все Тихо-тихо-тихо Та прыгай, ты елки-палки Прыгай, прыгай Не туда, не туда Это ненормально Япона, мать Че так трудно затепиться-то По прямой же прыгай Так, все Отпустила? Нет Все еще тут начинается Ну, давай, пошел Хорошо, скотеря Ой, это просто наставляет удовольствие После всех этих мучений Блин Хотел посильнее ударить Ну, ладно Теперь-то отсюда никуда не денусь Или денусь Вот это у него самая бешеная штука Шо? Я думаю, успею его заколупать Прежде чем у меня удовольствия скончить Странный колосс какой-то Так, ну Так долго будет продолжаться, нет? Пошло Последний разок осталось ударить Я думаю, успеем таки Ну, опять же, сейчас минута вам перебесится Так, давай-давай-давай-давай, пошел Нет Че-то Че-то как-то Меня терзает сомнение Успею ли я Да ты смотри, что дело Он просто не дает мне ударить Так, отдыхаем чуть-чуть Пока он вроде успокоился Хотя можно было и добить Ну, ладно Лучше уж перестраховаться Все, прости-прощай Это тебе за лошадку моя Ненаглядную Последний колосс повержен Игра пройдена Я, честно говоря, этому несказанно рад Потому что под конец она меня выбесила Ну, давайте посмотрим, чем закончилась эта история Ух, это было сложно Те всадники наскакали наконец О, они уже по этому иллюзорному мосту скачут Там вот девушка какая-то, да? Они, кстати, на конях выглядят вполне себе нормально То есть соразмерно Как ярко Кто они? Это какой-то жрец, похоже, в маске С арбалетом, смотри, один Лорд Эмон Нет Это слово нет Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Это уже около нас Почему наш герой не перенес себя обратно в храм Как обычно А так подумать, мы же имени даже его не знаем А игра уже позади Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А вот и он А вот и он Я в это не верю Так это ты был После всего Ты представляешь, что ты наделал? Ты не только забрал меч И Пересек запрещенную землю Ты использовал запрещенное заклинание И все, что превратится в такое Тебя же просто использовали Ты посмотри, у него рога Сотрите источник зла Смотрите Он одержим мертвым Распешите, быстрее Япона, мать Мы ради этого игру проходили Сейчас будет лучше покончить с его страданиями Ведь он проклят Страданиями 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы воспользовались телом этого воина Нужно запечатать все это место, пока не слишком поздно Ну это крутой поворот Так, только не говоришь, что это я Офигеть Ну все, ребята, приехали Здесь, я так понимаю, нужно... Да постой ты, ну... Да мне не больно Почему я не могу назад идти? Ушли, похоже, да? Пошли этих добьем тогда Что ж нам? Если он повернет, конечно... Он поворачивает примерно как... Да повернись тебе, елки-палки, ну... Как лошадь Давай, шаг назад, ну... Да, лучше просто дать им пройти И теперь вот бей А теперь он не бьет Окей Все А жрец еще живой Я чувствую, уйдет Такими темпами, потому что Наш герой не особо торопится Мда, дела Это было очень неудобно Но при этом было как-то... Ну как вообще вот Воспринимать эту концовку? Я просто отрапел, надо сказать Хотя это было ожидаемо Если посмотреть, во что превращался наш герой Приготовьте моего коня Мечта оказывается непростой Похоже, да? Да чтоб ты пропал Чудище На самом деле он сказал Изведи Ну что-то совсем эзотерика какая-то пошла Сейчас нас, похоже, утянет В ловушку О, тянет и как Не, не удержусь, похоже О, без шансов Ни туда, ни сюда Так и не спас он свою любимую И держаться никак не получится О, смотри Нет, все равно утягивает Ну давай, ну... Нет, все, ушел Невозможно Депрессивная игра Для чего он прошел весь этот путь Он так и не спас Свою возлюбленное Погубил себя Больше сюда хода нет Как я посмотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не жила Не жила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не убиваемая лошадь Хромает бедняга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом все Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok